Вы первыми из российских общественных организаций включились в информационную войну? Ваш земляк, Алан Качиев, нам писал смс. Эти смс мы выкладывали в наших живых журналах и раскидывали по всему миру, потому что вы же знаете об этом, что все основные средства массовой информации, я имею ввиду в первую очередь западные, говорили о том, что, во-первых, днем что произошло? Мы начинаем смотреть иностранные сайты. Ноль. Никаких сообщений о том, что происходит в Южной Осетии нет. Ничего. Как будто ничего не происходит. Мы начинаем созваниваться с ребятами, кто живет за границей. В Америке, в Англии, в Германии. Они говорят, тишина, ничего. Есть только информация на русскоязычных сайтах. Мы собрались с лидерами молодежных движений тогда и приняли резолюцию, приняли обращение о том, что мы будем все вместе прорывать эту информационную блокаду. И в ночь с 8 на 9, там, в лагере на Енисеи, в 100 километрах от Красноярска, мы в холодных палатках, ну там достаточно прохладно даже в это время, за очень слабым, очень такой тугой интернет. И мы всю ночь рассылали сообщения по всему миру. И мы всю ночь работали над тем, чтобы наша информация, самая главная информация о том, что происходит сейчас в Южной Осетии, была доступна максимальному количеству людей, как в России, так и за ее пределами. Субтитры создавал DimaTorzok